Итальянцев на оккупированном Донбассе и странная дружба группировок ЛДНР с аннексированным Крымом. Дальше еще интереснее. Как обычные итальянцы превращаются в донбасских боевиков? И кто из политиков в Италии публично поддерживает группировки ЛДНР? У нас Италия поддержит и сделает конференции, митинги. Дружить непризнанными. Зачем оккупированный Донбасс и аннексированный Крым имитируют единство? Слава Крыму! Невероятные приключения итальянцев теперь в несостоявшейся так называемой Новороссии. Десятки жителей южноевропейской страны вдруг оказались на оккупированном Донбассе. Боюют против украинской армии, ведут пропаганду в социальных сетях и даже открывают фейковые культурные центры. Как итальянцы превращаются в боевиков? И грозит ли им уголовное преследование в Украине и у себя на родине? С итальянскими солдатами удачи общался Ярослав Кречко. Итальянцы группировок ЛДНР. Как из Апенин они попали в окопы на Донбассе. Все знают, что они воюют в другом государстве, но пока никто не откроет уголовное дело, они свободные люди. Что ответили боевики на вопросы Донбасс-реалии? Как одному из них удалось сменить камуфляж на деловой костюм? Для создания дружбы. И почему в парламент Италии местный политик пришел с георгиевской лентой и значком группировки ДНР? Эти трое на одном фото – первые итальянцы на неподконтрольном Украине-Донбассе. Приехали в 2014-м и находятся там до сих пор. Андрео Пальмери – ультрас из итальянской Тосканы. На родине его осудили за избиение. Но из-под домашнего ареста он бежал в группировку ЛНР. Сначала взял в руки автомат, но весной этого года из боевика перевоплотился в руководителя фейковой организации в Луганске. Донбасс-реалии связались с Пальмери в соцсетях, но на все наши вопросы получили один ответ. Увидимся во Львове. Более разговорчивым оказался Габриэль Каругати. Вот он на фотографии с оружием. Весной 2015-го стрелок Каругати даже некий орден от группировки получил. Но, несмотря на участие в боях на Донбассе, Габриэль подтвердил Донбасс-реалии, спокойно пересекал итальянскую границу. Я уже ехал домой, отдохнуть. Теперь в Донецке живу. Мы не знаем, есть или нет против этих людей расследование в Италии. Некоторые из них ездили в Италию и затем снова возвращались на Донбасс, и никто их не задерживал. Пожалуй, самый известный итальянец в группировках ЛДНР – Массимиляно Кавалери. Боевики дали ему позывной «Спартак». В Италии он уже считается террористом. Есть такой закон, не очень понятный, но запрещает возвращаться, потому что может попасть в тюрьму. В соцсетях Кавалери хвастается наградами от боевиков и свежими фотографиями из окопов. На сообщение Донбасс Реалий не ответил, но вот итальянским журналистам интервью раздает регулярно. Еще у нас странцы есть, итальянцы не только я. Италия – наиболее пророссийская страна в Европе. Представительство ДНР находится в Италии. И мы знаем, что руководитель этого фейкового консульства дружит с теми, кто непосредственно воюет на Донбассе. Мауро рассказывает о своем соотечественнике Маурицио Мароне – муниципальном депутате провинции Пьемонт. Он уже дважды, нарушая украинские законы, посещал группировки ЛДНР. Скажите, пожалуйста, Маринцева, что привело вас сюда? Именно Мароне в украинских СМИ называют автором доноса, по которому Виталий арестовали нацгвардейца Виталия Маркива. На этой неделе Мароне с георгиевской лентой на рюкзаке и значком группировки ДНР на пиджаке пришел в здание парламента Италии. Это мероприятие с самого начала задумано как мероприятие не от партии, а от прямых свидетелей событий на Донбассе. На пресс-конференции Мароне в компании Ирины Осиповой, представителя российской организации «Рим». Именно Осипова в октябре 2014-го одной из первых взяла интервью у того самого Пальмери, который теперь называет себя руководителем итальянского центра культуры в Луганске. У нас Италия поддерживает и сделает конференции, митинги. На пресс-конференцию в здании парламента Италии не смогли попасть представители украинского посольства, но дипломаты уверяют, главное – мероприятие проигнорировали сами итальянские парламентарии. К этой пресс-конференции партия «Братья Италии» не имеет отношения. Считаем, что когда речь идет об обсуждении таких серьезных и великатных проблем, нужно привлекать две стороны. Впрочем, Марона не только проводит пресс-конференции для своих. Его приглашают на эфиры местных телеканалов, где так и представляют. И дружба депутата с теми, кто воюет в другой стране в рядах бандформирований, похоже, никого не смущает. Как и то, что многие итальянцы повоевали на оккупированном Донбассе, а затем спокойно вернулись домой, в Италию. Если Украина заинтересована притянуть к ответственности этих людей, она должна делать то, что сделала Италия против Виталия Маркева. Начать расследование и доказать, что эти люди воевали против Украины и обратиться в Италию с просьбой задержать этих людей. По оценкам итальянских журналистов, в разное время против украинской армии воевало около 30 граждан Италии, и пока ни один из них не был арестован.